Добрый день, коллеги! Планы сегодняшний день у нас такие Всем раздать по дню премиум аккаунта Как и вчера, как и позавчера Ну, собственно, как и все эти дни, что я у власти в варгейминге Так, самое главное не забыть Всем раздать по лёве, у кого нет лёвы У кого есть лёва, ну, давайте и са шестого накинем, ну, так По-братски, короче, ребятам Всё, ребят, расходим, работаем, работаем, работаем Всем халлоу, ребята, с вами Хаси Короче, вчера у меня на стриме конкретно так сгорела пятая точка Отчасти из-за того, что в игре проходит ивент и в рандоме полная дичь И отчасти из-за упортости нашей игры К концу стрима я настолько устал от всего этого, что начал философствовать о том, что же надо изменить, мать его, в этой игре, чтобы так не горела жопа И в этом видео соберу пять вещей, хотя их намного больше, которые стоит изменить в Водблиц Я надеюсь, что это видео посмотрят разработчики и такие Мать его, да этот парень говорит очевидные вещи, надо это изменить Погнали Первое, что надо поправить, это дизлайки Не спорю, что это просто бесполезная вещь Но если этот функционал есть в игре, он должен работать Почему даётся ограниченное количество дизлайков и бесконечное количество лайков? Ведь все прекрасно знают, что в игре больше плохих игроков, чем хороших А из-за бесконечных лайков, которые взводные кидают друг другу, не получается объективной картины в статистике оценок Когда у человека со средним уроном по аккаунту 300, стоит 5 звезд в аккаунте и он великолепный игрок Это обесценивает вес этих звезд Плюс к этому то, что дизлайки не работают практически Я согласен с тем, что может быть много ошибок и несправедливых дизлайков Но если игра видит, что человек стоит на респе весь бой, ничего не делает И после боя одному человеку из команды не всё равно и он кидает ему дизлайк Он не засчитывается, да почему? В общем, я считаю, что надо делать либо намного больше дизлайков, либо сокращать лайки Плюс делать их более весомыми Переходим ко второму пункту Это стабильность игры Вчера на стриме мне пришлось играть в стимовскую версию игры и она лагает У меня не самый слабый ПК, Ryzen 7 2700X и GTX 1080 И у меня практически в каждом бою на любой карте проседал фпс Всего лишь на 5-10, кажется немного Но в эти скачки игра как будто захлёбывается И проскакивают серьёзные фризы Я уже даже ничего не говорю насчёт проклятой малиновки, которая лагает уже не один год Стим-версия, почему она такая кривая? Ещё в 2017 году, когда я начал играть в What Blitz Я купил себе игровой ноутбук весь, думал, сейчас такой-то и шо, буду нагибать Загрузил туда из стима Blitz и он фризил вообще перманентно Сейчас уже получше, но камон, два года прошло, а она лагает Да, можно сказать, есть Windows Store, можешь там скачать Ну а если у меня, допустим, седьмая винда и там нет Windows Store Ну короче, если игра есть в магазине, то она должна быть нормальной Надо работать над стабильностью игры, а мы идём к третьему пункту Если вы не знаете, то в 6.2 вроде бы как переработали баланс Ну немножко Чтобы плохих игроков стало меньше в бою И они как-то там между собой месились Давайте посмотрим на одну из моих команд вчера Я вангую, что сейчас начнётся рёв Да, не по 3К накидали, Рачела, ты криворукая на себя, посмотри, тварь Ребята, ну во-первых, я был в стоке, но ладно Почитайте, что означает слово статистика Если эти ребята накидали один раз 3000, то почему у них средуха на танке 1К? Значит, следующие 5 боёв они будут тупо сливать Но найдутся разумисты, которые всё равно это напишут, так что окей Так вот, я не согласен с тем, чтобы баланс был по статистике Всё-таки бывает так, что у человека плохая статистика Но он познал дзен этой игры и начал отыгрывать хорошо То есть баланс нужно делать по эффективности в бою Если ты, допустим, на 10 уровне в 10 боях имеешь 1К среднего урона Всё, браток, будь добр на время баланситься с такими же игроками А через боёв 50-100 обратно в рандом Или если тот игрок в том рандоме начал нормально играть Всё, балансить его с игроками посильнее У меня сейчас нет претензий к новому балансу Потому что он появился только вот 2 недели назад И требовать с самого начала, чтобы он идеально работал, не стоит Он вообще не работает, походу Или наоборот, в другую сторону начал работать Ладно, четвёртый пункт Не самая большая проблема, но всё же На примере карты Нью Бэй Вот эта карта уже 2 недели в игре Напишите в комментарии, на вскидку, сколько раз вы были на этой карте Что я имею в виду? Варгеймингу надо сделать шанс выпадения новой карты выше Я, допустим, я реально был раз 5, ну может 6 На Малиновке я был 20 раз лагающий На Нью Бэй 5-6 Допустим, проходит месяц А никто не знает до сих пор, куда, чёрт побери, ездить Потому что они были на этой карте позавчера И неделю назад они уже и забыли то, что там помнили даже Лучше бы все потерпели первую недельку Но попадали на эту карту намного чаще И разработчики смогли бы намного раньше собрать статистику с карты И может быть что-то на ней поправить Так что надо делать больше шанс выпадения новых карт Последний пятый пункт Это АФК Тут как и боты, так и ребята с низкой социальной ответственностью Согласитесь, что мало приятного, когда ты изначально начинаешь бой в меньшинстве Потому что какому-то парню по барабану, что он зашёл в бой Он нажал кнопочку, пошёл в туалет, по телефону поговорил, в носу поковырялся А вы всосали бой из-за этого Во многих онлайн играх давно придумана система наказания за это То есть изобретать велосипед не нужно И эта система не какая-то радикальная Никого не банит практически Смотрите, допустим, какой-нибудь Сашка любитель поиграть в вот блиц Но ему плевать на команду и результат боя Он спокойно может зайти в бой, свернуть игру и заниматься своими делами Игра видит, что он за сутки, за трое, за неделю Делал так уже раз 5-10 допустим Понимает, что Сашка не хороший человек И даёт ему ограничения в виде долгого поиска боя теперь То есть следующие 10 боёв Сашка в очереди будет сидеть не 15-20 секунд, а 5-10 минут И большими красными буквами на весь экран написать, за что ему такое наказание И если он будет продолжать, то количество боёв или ожидания будет больше И вот, после нескольких таких наказаний Сашка будет думать перед тем, как заходить в бой Конец, всё, па-па-пам Вот такой небольшой список Как я говорил, таких вещей намного больше Если вам интересно, я бы накидал ещё в следующем видео Для этого просто нажмите лайк и напишите комментарий, чтобы я видел, что вам интересно Всем спасибо за внимание Подписывайтесь на канал И до встречи Субтитры сделал DimaTorzok